Здравствуйте, дорогие зрители Робинзона. Меня зовут Виктор Фоменко. Наш прямой эфир продолжается. Сепаратистские волнения на востоке Украины – очередное испытание для новой власти. Почему она действует с таким запаздыванием? Будут ли наказаны виновные? Какие выводы надо сделать из этих событий? Эти вопросы в ближайшие полчаса я хочу обсудить с моим гостем. Это бизнес-философ, писатель, блогер Геннадий Балашов. Сейчас Геннадий на связи со студией по скайпу. Геннадий, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время пообщаться. Предлагаю сначала обсудить вопрос, что происходит в Украине. Вот есть ли у вас для этого какие-то образы? На что это похоже? Достаточно я могу вам сказать. Образы. На что это похоже? Вы знаете такую сказку про Кощея Бессмертного, который над златом чахнет? Так вот, Путин в данной ситуации Кощея Бессмертный, который над златом чахнет. Ну и, конечно же, есть все остальные персонажи. Есть персонаж Бабу Яги, вышедший из Качановского СИЗО на волю, и она сейчас летает над Украиной. И есть также образ Ивана Дурака, который должен, в принципе, переломить газовую игру. То есть вот такие образы у меня возникают при этой войне. А кто в роли Ивана Дурака? Два у меня варианта. Это либо Петр Пирошенко, либо все-таки надо рассматривать международный уровень Обамы. Обама очень нацелен на то, чтобы лишить возможности Россию торговать газом и нефтью. И когда Путин рванулся и схватил Крым, я уже тогда сказал, что он сейчас напоминает обезьяну с бананом. Знаете, что когда лапу так ловят обезьян, хватает банан в ящике, а потом не может выпустить банан и достать трупу одновременно. Так вот, Путин мне сейчас напоминает такую обезьяну с бананом, которая схватила Крым и не знает дальше, что делать. Ну а Европа и Америка методично выбивают Россию из международных организаций, чтобы сделать его изгоем мира. И по сути, конечно же, это приводит к нервозности самого Путина. Отступить он не может. И у него сейчас идея такая, дестабилизировать ситуацию в Украине настолько, чтобы иметь хорошего партнера по торговле газом. Хороший партнер по торговле газом, это, словно говоря, президент, с которым он будет договариваться и продолжать, как он сам говорил, тырить газ или тырить деньги на газу. И таким партнером, мне кажется, он видит на сегодняшний день Тимошенко. Либо она не набирает рейтинг, тогда план сорвать выборы вообще, дестабилизировать ситуацию. Либо, если она будет набирать при помощи войны рейтинг, то пропустить ее к президенту. Ну, то, что происходит в Луганске, Харькове, Донецке, это все выглядит несколько, ну, с одной стороны, это очень неприятно. И снова льется кровь. С другой стороны, ведь все сделано так, как будто специально для того, чтобы не добиться ничего. Какие-то непонятные люди, самопровозглашенные республики, то есть, никакой правовой поддержки нет, она равна нулю, даже, может быть, она отрицательная. То есть, вот, получается, это какая-то карикатура. Ну, а вы говорите, нет, это серьезно, это все руки Путина. Это если вы будете смотреть на это с точки зрения только планов Путина, да, то это один взгляд. А если вы будете смотреть это как на некую совместную большую операцию, да, как на контрреволюцию, я бы так сказал. Потому что произошла такой Майдан, как революция, да, потом произошел переворот, и сейчас Бюд заняла все посты в государстве. Если мы начнем смотреть вот в парламенте, кто сейчас сидит в основном в Лобе, это регионалы и это Бюд. И, в принципе, их коалиция является все равно самой сильной. Если они договариваются до чего-то, у них хорошо проходят голосования. Поэтому разменной монетой здесь как раз и являются эти регионы. С одной стороны, регионалы стимулируют, чтобы все эти забастовки были, то есть, они там как-то участвуют, но слабо и вяло. С другой стороны, идет финансирование от Путина, чтобы дестабилизировать ситуацию. Правильно вы заметили, что это карикатурно выглядит. Но с точки зрения другой, а кто успокаивает их, кто побеждает в этой войне? И мы видим, что на этом наживается или пытается нажиться рейтингом Тимошенко, который летает в Донецк, Луганск. Дальше Аваков, который проводит спешную спецоперацию. У меня просто вопрос, почему в Карькове две недели назад не винтили тем же самым ягуаром. Дальше в Донецке поднимается Ахметов, который вдруг выступает странным переговорщиком. Ярема, вице-премьер, прилетает туда и мирно уговаривает уйти людей из СБУ с оружием, которые захватили оружие. Он должен их пострелять, это другой ход. Поэтому я вижу здесь некий договорной матч. Получается, что люди, украинцы, которые выходят на Евромайдан, в том числе и в Харькове, серьезно к этому всему относятся и считают, что вопрос идет о будущем страны, а на самом деле решаются какие-то узкоклановые интересы? Да, потому что вместо партии регионов, которые мы якобы изгнали, но люди-то остались в партии регионов, они сейчас разбегаются оттуда, переходят в другие фракции, образовали там какое-то независимое депутатское лобби. Но люди остались, и особенно на местах много осталось бизнесменов, которые во власти находятся, губернаторов, которые стараются остаться у власти. И их интересы они хотят, чтобы были учтены. Поэтому вся эта дестабилизация, еще раз говорю, выглядит как договорной матч. И еще раз напомню, у Путина задача удержать Украину и продолжать через ее территорию торговать газом, потому что Маккейн, сенатор США, кандидат в резервы, правильно сказал, что Россия это бензоколонка, возомнившая себя государством. И вот они хотят сейчас как раз обрубить возможность торговать газом. Ну а такая партия как Бют, которая является второй олигархической партией после регионалов, они заинтересованы просто в удержании власти. Если вы проанализируете дальше, то Бюту, если Тимошенко выигрывает выборы, им выгодно. Если она не набирает рейтинга и вводится некое подобие военного положения, и выборы не проводятся, то есть срываются, им тоже выгодно, потому что сегодня власть у них находится. Ну а вероятность ведения военного положения, насколько она высока? Высока с точки зрения, если у Тимошенко рейтинг низкий, то надо срывать выборы. Тогда вероятность высока. Если у Тимошенко низкий, то есть высокий рейтинг, то они могут пойти на то, чтобы голосование было и провести выборы. А потом будут смотреть экзит-полы, срывать выборы или нет. Но опасность сейчас исходит не только от Путина. Опасность сейчас исходит и от партии Бюту. Ну вот все-таки вы частично ответили на вопрос, почему власть реагирует на это с опозданием. Вы, по сути дела, предлагаете версию, что власти в некотором смысле выгодна сегодняшняя нестабильность, хотя это звучит парадоксально. Я только так могу объяснить, что они не арестовывали российских граждан с оружием две недели назад, три недели назад. На Майдане я выступал три недели назад. Я говорил, что это никакие не повстанцы местные, это гопники из России. У них российские паспорта. В Харькове люди знают, там брокеры знают, где они живут, где квартиры поснимали. Они знают, где они кучкуются. Нормально, если туда бы въехала бригада того же Ягуара, Сокола или еще каких-то наших милиционеров. И всех их арестовать это несложно. Вот сегодня только, когда уже терпение, видать, или уже пора показывать результаты борьбы с ними, то вот сегодня они, видите, 70 человек без единого выстрела положили лицом в пол. Но при этом же страдает авторитет власти. Они ведь в результате могут это отразиться и на чем отразиться. Единственная здесь ставка это, кто будет президентом, да? Да, у них нет никакого авторитета. Они сейчас и без авторитета имеют все полномочия власти. Совмещаем в себе и верховного главнокомандующего, и главу верховного президента. Так ладно, почему они опаздывают? Почему они сами себя что ли подставляют? Люди в сети комментируют эту ситуацию и все требуют отставки многих из действующих лиц. Ответьте мне на вопрос, почему Тимошенко полетела в Донецк в аэропорт, а потом в Луганск в аэропорт. Что она там делала? Она должностное лицо, она военный атташе, она переговорщик. Она кандидат в президенты. Она кандидат в президенты, но она же не должна заниматься, она должна вести избирательную кампанию. При этом идет, смотрите, сразу подключение в свободу слова, прямо с Луганска. То есть мы видим некие спланированные пиар-акции. То есть есть информационный повод для Тимошенко, чтобы ее показывать, как ну спасить. Она сейчас играет такой образ, что она спасает Украину, защищает ее от нашествия Путина. Путин ей в этом подыгрывает прекрасно. Обратите внимание, ей даже было позволено выбросить вот этот телефонный разговор с Уфричем, такой поддельный, который нельзя было даже к ней применить. То есть не привлечь ее нельзя, это частный разговор. Но в нем она очень активно наворачивает рейтинг внутри страны, нападая на Путина. Ну а те же самые путинцы в своих шоу заявили, что даже уголовное дело на нее заводить не будут, потому что это частный разговор. Мы видим, вот я просто вижу это как пиар-акцию, такую жестокую пиар-акцию по накачиванию рейтинга для Тимошенко всем правительствам, всеми губернаторами, которые сегодня отбьют, сидят на всех этажах власти. Будут наказаны зачинщики вот того, что сейчас происходит, сепаратистских волнений, как вы считаете? Вы знаете, надо сейчас очень внимательно смотреть, какое количество российских граждан будет арестовано. Вот этих гастролеров, так называемых, диверсантов. Вот мне интересно, вот из 70, сколько там российских граждан? Вы имеете в виду в Харькове, да? А? Вы имеете в виду в Харькове? В Харькове. Да, так вот было сообщение новостной ленты о том, что это жители Харькова и области, вот так. А где российские граждане? Вот об этом сообщения не было. Весь Харьков знает, слышит эту речь московскую, слышит этот акцент российский, люди не знают, где вообще находятся органы власти. И тем не менее, власти почему-то никак не могут задержать российских диверсантов. Вот новость на «Украинской правде» была заглавлена так. Харьковские сепаратисты являются жителями города и области. Вот я обратил внимание. Видите, как они подают? А мне интересно, сколько российских граждан будет арестовано. Это несложно на вашей территории, там, в Донецке, Луганске, милиции, вычислить российских граждан и всех их убрать с улиц. То есть специальное заведение, где они посидят там полгода. Ну хорошо, команды, которые исходят свыше от того же министра, это одно дело. Но сама милиция реагировала никак. Точнее говоря, она даже подыгрывала повстанцам, сепаратистам. А вот еще один момент, когда милиция фактически не защищала здания. Они получили негласное указание ничего не делать. Командиры сами не явились ни в Луганске, ни в Донецке, ни в Харькове. Самих командиров за солдатами не было. Они как бы отошли в сторону. Поэтому эти не получали никакой команды. Вы знаете, что милиция, если получает команду винтить, бить, хватать, то она с этим прекрасно справляется. Но опять-таки, почему этой команды не было? Говорят, что версия, что милиция и сейчас пугают, не пугают, а анонсируют, что будут массовые сокращения, иллюстрации или еще что-то. Ну а ваша версия, почему тогда не отдавались эти команды? Ну, во-первых, во многих местах неугодная милиция, начальство милиции сидит. Не Авакову она неугодна, она неугодна Бюту, потому что их многих пролоббировали, опять же, что давно посадили на эти места. И, конечно же, чистка в милицейских кругах должна быть. Почему они только сейчас к ней подошли, это опять вопрос. Это говорит о том, что во многих областях пытаются договориться со старой властью, с представителями старой власти. Или с представителями старой элиты, так называемой. Вот с тем же самым Ахметовым. Вот он сегодня, Лавров заявил, что Россия согласна на переговоры США, Украина, РСФСР. Но Украина должна обязательно присутствовать, там должны быть представители Юго-Востока. Вот, видите, как они поворачивают. То есть видно, что это некие синхронные дела, чтобы втянуть в эти переговоры и Юго-Восток, как еще одного переговорщика. И как вы думаете, команда Турчинова, Яценюка, она пойдет на такие компромиссы? Нет, я думаю, что не пойдет, будет отказываться, будет все затягиваться, опять будет нервозная ситуация. И так будет до 25-го числа, когда состоятся президентские выборы. Мне кажется, все начнет затихать резко, как только, если нам удастся провести выборы и выберут президента. Тогда все пойдет резко на затухание, потому что появится легитимный президент, избранный народом. И тогда уже все пойдет по другу. Тогда, наверное, быстро подпишут оставшуюся часть с Евросоюзом, и мы уже будем несколько в другом положении находиться. Как вы считаете, Геннадий, а какие выводы нужно сделать после этих событий? Выводы для власти и выводы для людей? Для власти бесполезно какие-то выводы делать, они борются за власть и продолжение себя наверху. А выводы для людей, что все олигархические партии должны быть уничтожены. Партия регионов должна быть, за них нельзя голосовать уже, потому что дискредитировали, уже как предатели. А партия бьют, заигралась в эти покупку, продажу должностей. И самое главное, ничего не меняют. Люди, в конце концов, должны прийти к некому выводу, что, возможно, им надо обратить внимание на то, что подумать об экономических преобразованиях в стране. Потому что сегодня это самое главное, нищета людей. Вот экс-президент Грузии заявил, что если за 2-3 месяца не будет серьезных экономических успехов, то, мол, власть не удержится. Команда, новая команда при власти не удержится. Не удержится, да. Вы согласны. А какие это могли бы быть решения, такие ключевые, кардинальные? Ключевые – это отмена налогов на территорию Украины. Отмена налогов? Да. Потому что иначе в Украину деньги не пойдут. Нам надо отменять налоги на территорию Украины, вводить простую систему 5.10, то есть сделать такое Дубай, Сингапур, Гонконг на всей территории Украины. Тогда действительно и Юго-Восток это поддержит, и Западную Украину. Это то же самое, что офшор? Нет, это не то же самое, что офшор. Офшор – это для иностранных резидентов удобное ведение бизнеса. А вот такая система 5.10 – это для всех одинаково. То есть вы ведете бизнес, платите 5% с продаж и 10% социального налога на зарплату. И все. Все остальные налоги убираются, открываются границы, свободное хождение валют вводится. В общем-то, в такой ситуации, конечно, мы очень быстро становимся, но я их называю славянский тигр. Вы сказали, что вот если президента получим, то испытания прекратятся. Нет, прекратятся наезды со стороны Путина. У нас начнутся испытания, вы правильно сказали, экономические. Народ, оправившись, так сказать, от войны, от всех этих потрясений, вдруг поймет, что он получил дырку от бублика. То есть он не получил экономических преобразований, он не получил дополнительных свобод, и он захочет, надеюсь, свобод. А так как падают все тренды политические, должны появиться новые политические тренды, которые, возможно, аж через два года может появиться на горизонте человек, который действительно может поставить страну так, как положено. Ну, условно говоря, отечественный Саакашвили должен появиться. И который станет президентом на следующих выборах? Который жестко поведет экономические преобразования, не обращая внимания на то, что говорит народ, потому что он меньше будет спрашивать у народа, будет делать реальные экономические и социальные преобразования в своей стране путем отмены налогов. Напомню зрителям Робинзона, сейчас на связи по скайпу бизнес-философ и писатель Геннадий Балашов. Разбираемся, что происходит в Украине, будут ли наказаны виновные. И сейчас хочу обсудить с Геннадием версию скорого конца России. Об этом много в последнее время пишут, о том, что благодаря иранской нефти можно будет сильно опустить цены мировые. И таким образом у России начнутся большие проблемы финансового плана, а потом и социального плана. Вы эту теорию поддерживаете? Да, более того, я ее развиваю. Не только у России могут возникнуть территориальные проблемы, потому что она не будет кормить регионы, то они смогут начнут отпадать. Потому что до Урала в Сибири есть территориальные претензии Китая, на Курилах есть территориальные претензии Японии, у нас уже есть территориальные претензии по Крыму. И, конечно же, если центральная власть у них ослабнет, то есть у них не будет денег. На сегодняшний день Россия полностью зависит от нефти и газа. Золотая мечта Европы и Америки – Путин является последним крупным диктатором мира. Он является человеком, который опасен. То есть его паранойя опасна для мира. И, конечно же, они мечтают о том, чтобы его ослабить настолько, чтобы, условно говоря, его удушили в Кремле собственное окружение. Понятно. Но вот я, когда об этом услышал, я подумал, могло быть так, что вся эта история с Украиной, ну, очень циничный такой вариант, что вся эта история с Украиной в некотором смысле была инспирирована Америкой, раздувалась. Это был своего рода, своего рода была наживка для России. Америка работает... И потом, извините, пожалуйста, и потом Россия заглотила эту наживку в виде Крыма, и теперь начнутся санкции. Но, а потом я думаю, так что у Америки надо было ждать, пока Россия себя так сильно проявит, негативно, что до этого они не могли договориться с Ираном и так далее. Американцы всегда действуют, как, представьте себе, как действует богатый человек, да, у которой занят, работает, там, инновациями занимает, у нее есть внутренняя политика. И, в принципе, американская дипломатия и американские интересы, они всегда действуют так, они реагируют, да. Условно говоря, они реагируют на чужую глупость. Когда-то совершил глупость Иран, они ему сделали эмбарго всем миром. А сейчас глупость совершил Путин, они ему сделают эмбарго, выпустили Иран. То есть мы просто видим последовательную политику Соединенных Штатов Америки к установлению некого общемирового порядка. В принципе, футурологи и многие экономисты предсказывают, что к 30-му году у нас будет чисто мировое правительство. То есть, условно говоря, на земном шаре будут стерты границы, там, может, некоторые страны останутся самостоятельными, но, в принципе, это будет уже мировое правительство. Зачатки мы уже видим, там, ООН, ОБСЕ, эти все международные валютные фонды, то есть мы видим, что они работают уже как единый организм. Ну, получается, мир однополюсный будет, да? Он уже однополюсный, потому что, еще раз повторю слова Маккейна, Россия бензоколонка, которая возомнила себя государством. Денег у них нет. Да, так все-таки, как вы считаете, Америка могла это спровоцировать, или ей только этого не хватало еще? Америка молча наблюдала и ждала, она могла раньше вмешаться, и ждала, когда он проглотит весь край. То есть, когда будут приняты законы в Сенате, в Верхней Палате, в Нижней Палате, когда он подпишет указ, то есть, когда полностью Крым перейдет в состав России. Вот после этого они все и начали, потому что после этого Путин, вот как та самая обезьяна с бананом, уже не может вытянуть руку, потому что он не может его отпустить, уже все схвачено. Поэтому я вам просто приведу цифры, чтобы у слушателей было понимание. В совокупности Европейский Союз и Америка, которые сейчас объединились, выступают объединенной коалицией против России, имеют валовый внутренний продукт 32 триллиона долларов. Против российских меньше 2 триллионов. То есть, шансов, знаете, это как я бы воевал с Коломойским. Это нереально. Я бы, может быть, вначале бы и выиграл что-то, украл бы, а потом бы все равно проиграл, потому что он сможет долго воевать, медленно, нагло и давить меня. То есть, то же самое происходит с Россией. С ним просто будут долго, надежно, но закатывать в асфальт. И что касается результата выборов, вы сказали о том, что есть только два варианта, Тимошенко или Порошенко. То есть, никакой неожиданности вы не ждете, что может кто-то существенно нарастить свои голоса к моменту, к 25 мая. Не жду, и так как я активный сторонник того, что Тимошенко к власти нельзя допускать, поэтому со своей стороны я буду делать все, чтобы Тимошенко не прошла, а как явный кандидат Порошенко, пусть у нее выиграют. Это два городских представителя. Два представителя детей номенклатуры, советской номенклатуры, условно говоря, что Тимошенко была, как она, Золовка или как она, в общем, у нее был тесть первая секретарь райкома партии Днепропетровская, а Порошенко сын крупного хозяйственника Молдовы в то время. То есть, это люди номенклатурные дети. Сейчас это их период. Но самое главное, что, во-первых, уже Украина выбирает не из поселковых и не из сельских, а выбирает городского. Это уже хорошо. Ну и то, что Порошенко долго не будет, он не будет сильным президентом, потому что ему не дадут власть. У него нет своей большой политической партии, у него нет влияния в парламенте никакого, небольшой канал пятый, и, в общем-то, это будет достаточно слабый президент. Поэтому с этих всех позиций, например, мою партию 5-10, он устраивает полностью, потому что, судя по всему, все они будут недолго. Есть расхожая теория, и вы как-то ее обсуждали на своем видеоканале, о том, что после февральской революции обязательно следует октябрьская. В Украине эта теория сработает тоже? Ну, наверное, человечество во что верит, то у него и получается. Раз мы себе надумали, что у нас по февралям и по октябрям случаются перевороты и настоящие революции, то будем считать, что, судя по всему, так и будет. К октябрю как раз будет накопление потенциала, возможно, новых политических явлений, и тогда произойдет нечто. Возможно, народ опять выйдет и пойдет выгонять уже этих. Мы должны наблюдать такие страны, вот ближайшая это Египет, от которой произошла арабская весна в нем, и вы видите, что мубарыка вначале убрали, потом приходит очень реакционное такое образование в виде братьев-мусульман, они становятся, берут всю власть, но при этом слетают, потому что начинают сильно давить религиозность всех остальных. Слетают, и кто приходит взамен, приходит молодой мубар. То есть мы видим точное отражение того же человека, потому что египетское общество требует все-таки над собой большого начальника, который будет решать общество. То же самое и в Украине. Мы все равно, граждане Украины, нуждаются в сильном руководителе. Но нам сейчас нужен и должен появиться сильный руководитель с очень мощной идеей политической, с очень мощной идеологической идеей, потому что только на идеологии можно построить новое государство. И это тот руководитель, который, как вы сказали раньше, должен появиться где-то через два года? Он уже, наверное, появился, он просто, возможно, пробьется только через два года. Потому что должно произойти накопление. Сейчас все каналы все равно кричат про Тимошенко и Порошенко. После выборов, возможно, произойдет переформатирование на новые идеи олигархического клана. Они начнут складывать деньги и в других политиков. Потому что уже будут идти парламентские выборы, местные выборы. И будут уже работать другие бренды. Потому что восстановить бренд после таких падений, как партия регионов, это уже невосстановимый бренд. Вместо него что-то должно появиться. Или появятся три партии. Геннадий, и ключевой вопрос, он же заключительный. То, о чем говорили на Майдане. Те кардинальные изменения, которых страна уже заждалась, люди, я так понял из разговора с вами, что в этом году таких серьезных перемен не будет. Это опять откладывается на будущее. Тут же достаточно прочитать Каху Бендукидзе, который сказал, что Украина установила мировой рекорд по идиотическим законам. Он говорит, вместо того, чтобы убирать государство из экономики, они еще больше его насадили. То есть добавили налогов, начали... Это вы про антикризисную программу правительства? Да, потому что они реальными своими действиями ухудшили экономическую ситуацию в предпринимательском секторе. Нам стало хуже. Вот и все. Людям стало хуже. Все стало дороже. Поэтому люди будут требовать другого подхода. И, конечно, это не улучшит экономическую ситуацию. Люди требуют сейчас новых экономических свобод. Вот тот, кто даст им новые экономические свободы, и политические в том числе, вот тот может строить новую страну. Геннадий, большое спасибо за подробные ответы. Зрителям Робинзона напомню, что в эфире Робинзон ТВ был писатель, бизнес-философ и блогер Геннадий Балашов. Говорили о событиях последних двух дней. Кто за этим стоит? Почему власть реагирует с запозданием? И какие выводы нужно сделать из этих событий? Выводы для людей, для власти. В 17.30 у нас, как обычно, рубрика «Тема дня». В ней продолжим разговор на актуальную тему. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова